Игровые горячие клавиши Игровые горячие клавиши Итак, сначала поговорим о горячих клавишах, которые есть на карте Если у вас на карте есть города, в которых есть таверна То нажав английскую клавишу G Вы вызовете открытие логова воров Вот как в данном случае Также, зажимая клавишу F5, у вас будет появляться вот такое меню Через Escape, либо нажав что-нибудь, можно его закрыть Либо же нажать шарик мышки Точно так же будет появляться это окошко Можно точно так же Включать и отключать игровую сетку Можно заходить в то же самое логово воров Можно заходить на рынок, если хотя бы в одном городе рынок есть Но у нас рынки нигде не построены Давайте вот хотя бы один рынок поставим После этого, переходя на рынок Вы будете попадать именно на него Что тоже, как я считаю, довольно-таки удобно Также для Dimension Dur Вы можете видеть на какое расстояние вы сможете прыгать Во время хода соперника даже можно все это дело проверять Что очень удобно И вы можете там сидеть для себя, просчитывать Куда вы успеваете добежать, куда не успеваете Все это просчитывается, скажем так, до мельчайшего шага Ну и есть кнопочка повторения хода Для того, чтобы повторить действия оппонента Но для этого оппонент должен как-нибудь походить Ну мы с вами можем более наглядно сейчас, конечно Все это дело проверить Мы можем походить красным игроком для начала А потом на ходе синего игрока В общем-то нажать Повторение хода Ну здесь у нас стоит очень быстро Давайте скорость врага поставим Очень медленной Да что ты будешь делать? Ну слишком быстро все равно показывается Но в любом случае движение этого героя видно Что не может не радовать Тогда мы можем пробежаться в обратном порядке Посмотреть даже как город Отжали Вот давайте на ходе теперь красным посмотрим Как это происходило Тоже, кстати, довольно быстро Такое ощущение, что будто не сработало Давайте скорость героя тогда уменьшим Вот только при уменьшении скорости героя Мы с вами смогли замедлить и посмотреть В замедленном виде, что же происходило Чтобы нигде ничего не пропустить Особенно важны такие появления При появлении того или иного героя С портала даже Вот вы можете забежать Каким-то героем внутрь Портала Выглянуть и спрятаться, например Теперь, когда ход будет у синего игрока Он нажмет Повторение хода Он увидит, что какой-то герой Забежал в портал Выглянул с него И опять забежал внутрь Таким образом, этот герой Может находиться внутри портала Это очень интересный момент И опять-таки, можно Соперника на этом ловить Если какой-то соперник не посмотрел Что находится в портале И не нажимал эту кнопочку Повторение хода То он за это может очень сильно поплатиться, ребят Он может, например, купить какого-нибудь героя-разведчика И поехать в портал Но не зная, что там находится другой герой Автоматически попадет на вот такую вот битву Помнится, и я не раз натыкался На такую ситуацию Иногда бывает, что герой вообще на какой-нибудь единичке бежал Разведчик натыкается на армию оппонента Которая стоит на портале, но с обратной стороны И ты забыл нажать кнопочку повторения хода И думаешь, ну блин, ну как так Просто отдаешь героя на ровном месте И соперники попадались на такие же возможности Делается это по нескольким причинам Во-первых, с обратной стороны портала Можно героя ставить, чтобы соперника застать врасплох Второй момент Это там ставится какая-нибудь охрана С обратной стороны портала Для того, чтобы не пропустить никого Из разведчиков или главного героя оппонента Который даже если убьет эту армию То потеряет и часть своей, которую вы магией убьете Поэтому лучше так на портале ставить Не обычных каких-нибудь героев-воинов А именно магов Которые могут магией закидать какую-то армию оппонента Это очень важно Поэтому вы можете тоже с обратной стороны портала Ставить каких-то героев И использовать себе это Серьезный плюс Почему бы нет? Вы таким образом блокируете сопернику целое направление И это может в определенный момент оказаться серьезным плюсом Еще из горячих клавиш Можно выделить, например, то, что можно менять героев здесь в списке Например, у вас есть какие-то важные Например, Кира И вы хотите ее поставить выше в списке Зажимаете клавишу Alt и кликаете на нее Она автоматически станет выше То есть, например, вы можете таким образом расставить нужных вам героев по высоте Причем, заметьте, что они меняются местами То есть, если вы кликаете по третьему герою То первый уходит на его место Если по второму герою То первый со вторым меняется То есть, первый всегда меняется с тем, на которого вы кликаете при зажатой клавише Alt Точно так же меняются и города Вот второй Терриф Первый Эку и Нокс, например Кликаете Теперь смотрите Первый Эку и Нокс Второй Терриф Для удобства, в принципе, это тоже в какой-то момент для вас может и пригодиться Почему нет? Еще одной интересной особенностью горячих клавиш является то, что вы можете шариком мышки прокручивать количество героев И прокручивать количество городов, если они не влазят Ну, у меня стоит большое разрешение экрана, поэтому героев прокручивать не получится Все восемь вмещаются А вот городов у нас больше семи Поэтому их, в принципе, можно прокрутить Для этого нужно выделить любой один из городов Да И после этого вот так вот мышкой прокручивать вверх и вниз Это может вам очень сильно экономить время Ну, а по героям, в принципе, здесь прокручивать нечего Но если у вас разрешение экрана по высоте будет довольно маленькое То у вас герои тоже не будут вмещаться Их можно будет точно так же, как города, прокручивать шариком мышки Быстро открыть рынок, если у вас хотя бы один рынок отстроен В нашем случае он не отстроен Можно клавишей B на клавиатуре Зажимаете эту клавишу, автоматически открывается рынок Это на клавише с русской буквой И Далее рассмотрим с вами окно героя Когда один герой нажимает по второму и у них открывается окно передачи армии То теперь смотрите, нажимая по вот этим стрелочкам Вы можете передавать нужные стеки сопернику Но при этом одна единичка у вас в любом случае должна будет остаться При этом есть кнопочка посредине в виде двух стрелочек Нажимая на которую вы будете меняться всеми армиями То, что было у одного, станет у второго То, что было у второго, станет у первого Также есть кнопка передать всю армию Остается только самая слабая единичка Точно так же и наоборот Передается все, остается только самая слабая единичка Также можно передавать сопернику единички Зажимаете клавишу Ctrl И видите, что кнопки немножко меняют свой вид При зажатой клавиши Ctrl вы передаете сопернику единички в каждый слот Можно все это дело вернуть При зажатой клавиши Alt Вы передаете всю армию, кроме единички из того стека, который вы зажали Точно так же зажимаем клавишу Alt Нажимаем и остаются, видите, стрелки, под которыми мы нажали То есть, например, хотите для разгона оставить здесь горгулик Зажимаете Alt, нажимаете на стрелочку под горгульками Останется единичка горгулик Очень удобно, как по мне Ну и есть еще клавиша Shift Которую, если нажать И нажать, например, на Гремлина То у вас с этого стека будет передаваться тоже единичка Но если при зажатом Ctrl Эта единичка передается в каждый новый стек То при зажатом Shift Эта единичка передается в один единственный самый большой стек Ну опять же, для кого-то это может быть очень и очень даже удобно В этом же окне, ребят, можно обмениваться артефактами Вот есть кнопочка поменять все артефакты Но если, например, на одном были одни артефакты На втором вторые Вы просто меняете их местами Также есть кнопочка передать все артефакты Точно так же передать все артефакты Вместе с артефактами передаются и боевые машины Баллиста Палатка первой помощи И подвозка боеприпасов Точно так же есть клавиша F10 Которая меняет всю армию F10 И клавиша F11 Которая меняет все артефакты Что тоже очень быстро Не вручную, как это надо было делать раньше А гораздо быстрее Сейчас все это дело происходит Если вы себя приучите к горячим клавишам То очень сильно будете экономить и свое время, и время оппонента А с учетом того, что сейчас в основном все-таки ведутся игры с таймером То уж поверьте, это вам может очень и очень сильно пригодиться Но если зажимать клавишу Shift И нажимать на кнопочку передачи армии То у вас в этом случае передаются только артефакты из рюкзака А не все А если зажать клавишу Alt И Передавать ресурсы То Точнее не ресурсы, а артефакты Артефакты передаются в этом случае все А с зажатой клавишей Ctrl Передаются только артефакты Которые надеты на вас Но при этом не передаются артефакты Которые находятся в самом рюкзаке Что довольно-таки интересно Еще один интересный момент Который присутствует Если вы положите много артефактов в свой рюкзак С одной стороны можно нажать на сам рюкзак и видеть все артефакты При этом в нужный момент можно вытянуть и одеть на того или иного героя И в нужный слот Помимо этого, выбрав тот или иной артефакт Вы можете шариком мышки прокручивать Все артефакты, которые находятся у вас в рюкзаке Тоже довольно-таки интересно Раньше всего этого делать было нельзя И очень сильно упрощает жизнь Также, если зажать клавишу Shift И кликать в нужном месте То вы можете посмотреть, какие артефакты у вас есть в рюкзаке И какие вы можете одеть Зажимаете клавишу Shift На руку у вас есть два артефакта Правой кнопочкой можно с зажатым Shift все еще проверить, что одеть Вот этот, например, получше Одеваете его На грудь тоже выбираете лучший вариант Шапка выбираете лучший вариант Щеточек тоже лучший вариант И так далее Можно все проклацать и выбрать наилучшие варианты для вас Что тоже довольно быстро Чтобы не искать в рюкзаке Он у вас может быть завален полностью, да, артефактами И смотреть, что, куда, одевать и долго Зажали клавишу Shift Быстро поклацали на все нужные места Поменяли между собой артефакты И чувствуете себя, как заново родившись Еще один довольно интересный момент Это если у вас есть какой-нибудь герой У которого есть тактика Вы можете отключить показ тактики То есть если сейчас на этого героя нападет любой герой Он увидит, что у этого героя есть тактика И на будущее будет уже к этому готов Вот герой атакует И смотрите Появляется вот такое вот сообщение И герой начинает расставляться Как будет нужен Кстати, во время тактики Можно кликать на нужного героя И юнита И расставлять их в нужном порядке Или, например, не туда поставили Хотите так, так Раньше надо было Каждым существом походить Чтобы опять вернулся ход до нужного существа А сейчас гораздо быстрее Нажали на нужное Поставили куда надо И начинается непосредственно сама битва Зайдя в окно героя Вы видите Здесь вы можете выбрать Как ваши войска будут сосредоточены Если они разбиты на единички Сосредоточить боевое соединение Группироваться В стороне во время битвы Или же стандартно По всей ширине экрана Ну вот, например, выберем нижний вариант И при этом Включить тактическое формирование Оно у нас включено, да? Вот давайте с включенным тактическим формированием Сейчас проверим Как все это дело будет выглядеть В принципе, особо ничего не поменялось Как оно было рассредоточено Так, в принципе, и осталось Теперь вариант номер два Вот эту вот кнопочку Правую Нажимаем, чтобы она стала неактивной Таким образом у вас Тактика отключается И нападая на соперника Вы ему покажете Что якобы у вас тактики нет Вот, сразу же начинается бой И соперник думает Ага, значит у него тактики нет Значит Мне к этому особо готовиться не надо И может себя вести так Как будто у вас ее нет Только не забудьте ее в нужный момент Все-таки включить Иначе Определенных проблем вам В любом случае не избежать Еще довольно интересный момент Что зажимая клавишу Alt И кликая по артефактам Вы их автоматически снимаете Ну а клавишей зажатой Shift Вы, понятное дело Что можете нужные артефакты одевать Если такие есть Опять же Shift и Alt Все те же клавиши Позволяют вам управлять окном героя Допустим у вас в городе Находятся два героя Клавишей пробел Вы можете этих двух героев Менять между собой Также меняется и армия Которая есть у них в наличии Вот, например, таким вот образом Очень удобно, да? Помимо этого Точно так же у героев Зажимая клавишу Ctrl Можно добавлять героев Зажимая клавишу Alt Можно объединять героев вместе Зажимая клавишу Shift Можно делить их пополам На одинаковые стэки Через Alt Опять же Это действует на всех героев И более того, ребят Это можно даже делать в боковом окне Как вот сейчас это происходит Видите? Объединяем Через Shift Делим Снова Alt И так далее Что довольно-таки удобно Если у вас этого бокового окна нет Достаточно просто здесь поклацать мышкой Либо поклацать по разным героям И это окошко опять же появится Поэтому не обязательно даже в окно героев ходить В общем, очень много таких интересных моментов появилось Которых не было раньше Зажимая клавиши Ctrl Alt Shift И кликая по южному По нужному юниту Вы оставляете единичку того юнита По которому вы кликнули Остальную армию передаете дальше А зажимая Ctrl И Alt Или здесь можно просто Да, Ctrl и Alt Вы передаете Один конкретный стек полностью А вот Ctrl, Alt и Shift Передает всю армию Таким образом Опять же Себя К этим моментам Можно тоже приучить Эти сочетания Они работают не только Внутри города Но и если встречаются Два героя Им нужно передавать армию Друг другу В окне героев Да Также есть еще один интересный момент Если вам надо наделать Быстро единичек Зажимаете Ctrl, Shift И кликаете По нужному юниту Автоматически Все свободные слоты Заполняются Единичками Того юнита По которым вы кликнули Альтом соединили Или здесь например Ctrl, Shift Кликнули Наделали кучу единичек Тоже экономит вам Довольно много времени Но при этом Не спутайте С Alt, Shift Потому что Если вы зажмете Alt, Shift И при этом Кликните Вам предложат Удалить Нужный стэк Снова таки Alt, Shift Но в данном случае Удалить нельзя Потому что Это один единственный Стэк И бывали случаи Когда игроки Путали комбинацию клавиш По каким-то причинам Удаляли Какой-то важный стэк И даже из-за этого Были на грани Проигрыши А может быть Даже и проигрыши были В общем с этим Нужно быть очень-очень Осторожными И аккуратными Также есть Довольно интересная Фишка Ребят По поводу Костюмов героев Дело в том Что можно придумать Определенное снаряжение Ну например Наилучший вариант Одежды У нас есть Вот такой В этом случае Мы с вами Собираем Даже Доспех Проклятого Да И Мы можем Запомнить Этот костюм Если Зажмем с вами Определенную Комбинацию клавиш Это клавиша Ctrl И цифра Например 1 Слышали Такой щелчок Тринг Это значит Что Комбинация Заполнилась Дальше мы можем Все это дело Разобрать Через правую кнопочку Сборный артефакт Собираются и разбираются Сборные артефакты Именно через правую кнопочку Клавишей Альт Можем Все это дело Снять Нарядить Нашего главного героя Теперь уже По другому Опять же С зажатой клавишей Shift Можем одеть Нет Не так Вот так Ну то есть Более плохие варианты И здесь нажмем Ctrl 2 Точнее Shift 2 Да Ctrl 2 Все таки И далее Клавиша 1 У нас Все это Дело Снимает Клавиша 2 Одевает Первый Вариант А то есть Костюм запоминается Только последний Что ли Ну вот Двоечка Она одевает А может быть Оно не запомнилось Из-за того Что был сборный Артефакт Давайте попробуем Еще раз Одеть Лучшие варианты Которые у нас есть И попробуем Вот таким вот Образом Зажать Ctrl 1 По двоечке Одевается Один артефакт По единичке Второй Единичка Двойка Тоже очень удобно Можно Один Например Сборник Сделать Там Под защиту Хороший Второй Под атаку Хороший Или один Со сборными Артефактами Второй Бес Но что-то Как-то Со сборными Артефактами Здесь не запомнило Ну Возможно Я что-то Делаю Не так В этом Плане Можете Вы Поэкспериментировать Вам В комментариях Также Интересный Момент Что если Вы Например Запомнили Какой-нибудь Костюм Например Клавишей Shift 1 И потом Собрали Другой Костюм И опять Нажали Shift 1 То вы Таким Образом Первый Костюм Перезаписываете Вторым Первый Уже Не будет Появляться Через Зажатую Клавишу 1 2 И смотрите Вот это Вот запоминание Оно работает Не для каждого Героя По отдельности А для Всех Героев Которые Есть у вас То есть Независимо Кому Вы будете Передавать Все артефакты Любому Герою Который У вас Был Будет Есть Вы Зажимаете Точно Так же Клавишу 1 2 И все Это Дело Должно Будет Меняться Мы Можем С вами Все Продемонстрировать Надеваем Костюмчик На Второго Героя В данном Случае Это Айн Пробуем Здесь Клавишу 1 2 И видите Артефакты Отлично Меняются Вы Скажете А Что Если Не Будет Хватать Нужных Артефактов Для Того Чтобы Одеть Вот Например Единичка Двойка Одевается А Единичка Теперь Нет Потому Что Не Хватает Артефактов То есть Если Не Хватает Даже Одного Артефакта Кстати А Вот Интересный Момент А Если Будет Не Хватать Буквально Одного Артефакта Оденутся Ли Остальные Давайте Проверим Смотрите Двойка Единичка Да Ребят Даже Если Одного Артефакта Не Хватает Остальные Артефакты Все Равно Оденутся Блин Ну Это Прикольно Реально Благодарач Кабара Торчу Прикольная Фишка После Первого Видео Урока Мне Задавался Вопрос По поводу Того А у Нас Не Появляется Переигрываемая Быстрая Битва Возможно Ребят У вас Старая Версия HD Мода В этом Случае Надо Ставить Галочку Вот Примерно Вот Здесь Где Еще Опции Там Переигрываемая Быстрая Битва В новой Версии Это все Дело Уже Встроено Ничего Нажимать Не Надо Вот Как Здесь Например Вы Подрались Да Не Хотите Отступать Начинается Бой Вы Его Быстро Например И Заканчиваете Вам Опять Предлагают Отступить Вы Можете Отказаться Но При этом Делать Это Можно Не Бесконечно Один Раз Для Того Чтобы Это Было Бесконечно Вам Нужно В Одиночном Режиме А не Так Как У Нас Было Создано Попробовать Напасть И Можно Воевать Сколько Угодно В Этом Случа Нападаете На Охрану Отказываетесь От Потерь Опять Каким Образом Повоевали Быстро Закончили Битву Опять Отказались От потерь Попробовали Еще раз Сыграть Как Нибудь По Другому Какие Нибудь Такие Потери Там Смотрите 20 Феек Потеряли Отказываетесь От Потерь Говорите Нет Я Буду Пробовать По Другому Как Нибудь Разобраться Здесь Заходит Моралька Тогда Были Потери 20 Феек Если Вы Помните Во Время Второй Битвы Вы Потеряли 13 Не Устраивает Нажимаете Еще Раз И Так Далее Сколько Угодно Раз Можете Переигрывать Ящичек Пандорки Можно Взять Подкачаться Ну И Так Далее Что Ребят Для Этого Видео Урока Я думаю Что Этого Более Чем Достаточно Довольно Обширный Видео Урок С Большим Количеством Разных Ухищрений Игровых Моментов Было Думаю Что Каждый Найдет Для себя Что То Новенькое Что То Интересное Я Говорю Конечно Сейчас О Новичках Ну А у У меня На этом Все Если Видео Понравилось И Там Было Что Интересное Обязательно Ставьте Лайк Обязательно Пишите Комментарии Именно Так Я Буду Знать Что Нужно Продолжать Снимать Нечто Подобное В Противном Случае Я Просто Перестану Это Делать Ну И Следите За Анонсами В группе Вконтакте Поддерживайте Развитие Канала Играйте В герои С вами Был Армак Всем Пока И Спасибо Что Смотрите Если Мы Нажмем На Клавишу Мышки Мы Можем С вами Включить Клеточки Для Удобства Считания И Можем Посмотреть Что На 5 Клеточек Вокруг Героя У которой Нет Даже В наличии Никакой Разведки Она Может Видеть Да То есть Это Стандартные Герои